господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 302 события дня притча соломона 9 на 6 16 7 когда господу угодно пути человека он и врагов его примиряет с ним и то есть не всегда так ну не примирены же оказались враги и павшие с неба и против христа все-таки это случается и врагов редко но бывает бывает воевал человек а потом примирился попросил прощение вот события дня воскресенье какие события было одно событие которое даже боюсь комментировать хотя и только из-за чего из-за боязни за человека как бы хуже не начал делать поэтому сказать что-то в свое время кто-то скажет может быть не хочется даже трогать это именно разногласиях человек не нашего круга и вроде бы хотел быть с нами дальше что из этого получилось требует когда человек себе повышенного внимания не всегда это удается когда много народу на кого-то обращает внимание он претендует на большее и отсюда что получается то есть смирение нет никакого и все связи всякие рвет скорее делает ролик там поставляет его даже я вчера в страх пришел в ужас это как так из-за какого-то там и никакого пустяка не было человека приняли обиходили говорю сейчас после службы у нас собрание будет побыть надо потом обед будет и вдруг ничего нет он разрушает все чем избалованность избалованность причина бывают а повышенное внимание родители делали когда-то или люди а человек и не заботились а даже добротой можно испортить человека он не хочет исправлять это ну ты поставь какую-то преграду ограничено то господь так делает воразумляет где чего как было даже говорить не хочу но вот нас спрашивает и вы да сейчас я покажу у вас занятия это идут когда после богослужения обед а потом занятия идут дети находятся сидят они рисуют дают им но не слушают краем ухом и вчера мне письмо написал один из них отрок почта россии загуляю тараси и стих лука 631 кому игнатию тихо на вещу вот так все это свернуто я видел даже как он сворачивал внимание обратил а потом я раз письмо подают я написано и как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними лука 631 я сверился надо посмотреть этот стих не ошибся ли он этот отрок лука 631 и как хотите чтобы с вами поступали люди запятую не поставил ошибочка но 31 и так как хотите запятая не поставил чтобы с вами поступали люди запятая вторая ошибка так и вы поступайте с ними а у него так с большой буквы поступайте с ними посчитает три почти ошибки это я уже поставлю на виду заниматься надо мой хороший стих но это не началось на тянуть я могу сказать это он наизусть написал то есть да в каком классе то учиться не знаю уже в школу ходит конечно 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 ходят шоу вот он был первым классе видите как вот говорят он такой-то родился в писательской семье у них там на дому собирались писатель но ребенок что а дальше то что получается это на подсознательном уровне очень много в ребенке остается и как мы помним мы спишь мама уже что-то готовит а сама поет там или молитвы читает как поет молитвы и все это оставалось сладко так спится тепло в печке блики такие из русской пищи и мама молится ой а что-то встать помолиться вместе не как просто ну как котенок лежишь интересно так это и вот так это дети у нас сидят здесь они в курсе слышать тем более мы не просто считаем по книжке то привязываем все к жизни вот такие разговоры чем день также известен был ну нужно было кому-то продукты тоже поговорили после собрания попросили андрея головача загрузили все это ну что у нас есть картошка тыква свекла привезли капуста чтобы не за деньги продаем нуждающиеся они говорят вчера уже начали развозить вот поехали а сколько тыква то отвезли как сколько 10 в одно место тыка 10 но наши большие тыквы потеряевские даже сравнить не приходится с местной они намного мельче я их садил сам ты первый год сам поливал тут заботился она тыква тут опутал рядом вкус растет калины так она до самого верху плетью как виноград пробралась это вообще удивительно я не знаю если такое еще другое растение там мы замерили 11 метров у тыквы плеть идет и сейчас весь огород все еще перепутан но к весне то пересохнет встречи первый раз которые пришли через четыре месяца вечером в субботу не было ну что-то наиграно так каждый 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 абсолютно подходит и обнимает и целую весь мы очень близкие лица буквально светится на такой народ радостный кое-что володя даже снял немножко прошло собрание пришлось сделать отчет я выставлю ближайшее же время может быть но прям ближайшие вот потому что теперь мы в городе нам не надо ждать с какого города модератор работает пришли здесь получается все легче перекидывает день был благословенный события настоящие вчера первый раз вот по закону там это пакет документов против благовестия так называем или за наблюдением за благовестием яровой пошли взяли наши документы с собой в папку я все наставишь там не гнули их и пошли и никто нигде не подошел но они ничего не говорили там тоже будет поставлена только уже через неделю как ходили они давали евангелие удобно на евангелие четверо евангелие красное написано по благословению патриарха кирилла но никаких ни нападений не было никто не спрашивал ничего все нормально так проще выразиться благословенно было вот у меня тут теперь ролик такой посвящается всем ушедшим из православной церкви михаил кальмаев пишет я православный вот так зарядите заголовок именно так он взял ролик из моих роликов какие раньше где и выступления были вот один человек пишет в москве задержали сектантов ошибочно назвали их свидетелей и уговы за то что они раздавали евангелие синодальные кстати а задержали православные дружинники вот это никогда нам не пережить вот этого величайшего позора это что если дворкинская отрыжка сектант у них все что не с ними ходит сектант и друг друга они клеймят этим всю страну пропитал словом сектант главный сектовед главный отравитель засланный судака сколько роликов я многократно показывал конца краю нету сколько ему сейчас ему достается трепет налево-направо это начало его конца но бог силен конечно эту коросту выдавить они еще не занимаются теле лежат по-мирски блудят блудники самые настоящие плотские мертвые невозрожденные люди но очень просто показать а мы пойдем кто пьет пиво вырваем из рук почему не тут пьют они-то пьют знают в коморке у себя эти в парке показано как ходят они как вырывают и вот здесь ну кого они богу то приведут а почему а вот александр леонидович сказал там такие-то свидетели и уговы они не принимают кровь когда дети у них умирают какие дети где умирает на переливание крови то умерло в десятки раз больше чем от не переливания тысячи лет жили никто не переливал а сейчас откуда на кровь взята ты знаешь нет нет значит со спидом сотни детей сразу заразили в елисте калмыкия писали это не просто я придумываю а вот они такие на военных объектах какие военные объекты где когда все открыто на кораблях вводит самое современное оружие все в интернете то есть ложь травля про да они если это не православные ну ты видишь как они стараются как ходят ну возьми вот это качество одно доброе одну никакой только в районе и враги отечеству враги дворкину а вот ничего не знает он главный враг главный враг в россии сегодня это дворкин самый главный все всех перессорил не речь идет не двух-трех а миллионах людей вчера разговаривали с одним записал ролик вышел на меня кто составил гимн нашему сайту во свете библии мочалин владимир и он рассказывает даже мать его слушай шлапкина он сектант он нам встречала меня нет в глаза видела нет в интернете видела нет я говорю откуда знают а батюшка сказал а какой батюшка никто не знает но батюшка знает я сектант на каком основании он отвечает ягодок она же лжет я не сектант и кто это говорит это в первую очередь говорит наш архиерей был у нас 13 лет епископ мы пили и ели вместе везде епископ и в тихий курочкин он говорит игнатия никто не обвинить не православен супер православный я ездил где там сидят епископы обедаю меня проверяют там они такие материалы проверять то надо потому что столько книг выпустил сколько публикации три радиопрограммы вел регулярно да меня брать то голыми руками можно но брали 14 лет исследует книги и в подчаево и в сергиево и лавры там и и дворкины и нет ни слова ни единого вот письмо считайте митрополита сергия иванникова он сказал нет почему говорят сектант он говорит митрополиту илариону капралу которого а почему это потому что говорит они завидуют ему а вот кто-то то пишет от вас этот отверг а то серьезно вас отверг зарубежный ваш метрополит и поэтому батюшки акима нет благодати он не слушает то есть это деревянные мозги надо иметь до благодать разве отнимается от того что там вычеркнули но они решили так написать что в россии больше нет зарубежных принадлежащих и все ему зачем заводить ссору больной человек вот тот сказал и это имеет отношение к спасению нет благодати нет и тут же отец таким смещается вместе обнимается целуется благословляется потому что он был в астралии был в америке я там был синоди многократно с ним друг друга знаем ничего а вот кто-то где-то в туве какой-то дулевич там и вот они мрак маразм манкурты патриаршие то есть злоба одна только сочится буквально и что-то они знают нет а кто у вас епископ кто епископ разве митрополит не наш епископ когда приезжает у нас служит что он должен у нас жить в комнате или где ваш епископ это наш епископ и митрополит у нас и ларион его поминает на богослужениях а когда служат потеряевки митрополит и тут же там архимандриты возглашает патриарха кирилла все вместе почему каждый то есть не не духовные и духовные люди совершенно и им довольна система они в системе в этой порошинки и вот найти кого-то тот сектант а он не сектант это бабушка какая-то она сектант вчера передают евангелие одна видно боевая так вы кто такие а куда ходите поди от лапкина а понятно сектанты то есть все заражено пропитана этим она видела слышала или знать ничего нету но она не сектант то она и посты не соблюдает она ничего не знает я не конкретном человеке говорю разговариваешь вообще ничего не знают гуляют приходим к ним а у их на столе бюст сталина как она сталинистка партийная она не уходила и вышвырнули из партии вот она знает она не сектантка а лапкин лапкин сектант все это все их работа и вот вчера мы мне пришлось по просьбе виктора андреевича яковлева обращался народу сказать что мы делали что мы делали 4 месяца всего три человека что там делали так когда обернулись назад даже не верится что всего только три человека я опять провел много времени больше десяти дней это много времени в деревне целыми днями с бульдозеристом три пруда восстановили последняя дорогу делали этой это большая работа серьезная денежная кроме того мы привезли за четыре места семьсот восемьдесят роликов за четыре месяца восемьсот восемьдесят сейчас я просто семьсот восемьдесят вот и четыре месяца 4 это 12 12 6 ровно по 6 роликов каждый день считая воскресенье даже остатка никакого ровно по 6 день в день и суббота воскресенье вот сейчас так я подвел итог и все это людям надо рассказать это событие даже то что я сделал доклад он как бы небольшой но в то же время емкий был все рассказал как было за маме как нападал роснадзор там прокуратура ничего никакого вреда нам никто не сделал как многие молились молились даже те которые не православные как они круглосуточно передавали другу молиться и ну и за границей и везде и все у нас бог помиловал ну-ка подожди куда помиловал и мы вернулись живые здоровые все события на вчерашний день немаловажно что обновили документы прошли с ними кто не никак нигде свои же там где-то кто-то нападает свои то есть православные а так народ бежит никому да не дай я ищет курю его и в дальнейшем это будет свидетельство обвинения как сходили люди с евангелем давали люди не хотели брать от моря до моря будут искать послушать и не найдут пророк амоса говорит 8 11 не найдут вот это день такой просто прекрасный хороший радостный благословенный и встречей ну все было считали златоуса для проповеди потом еще прочитали здесь из толкования игорь третяков но у нас нас мало и события невелики но события которые имеют последствия на будущее и вчера виктор выехал домой который нас привез савченко виктор николаевич и уже вечером звонит доехал благополучно все одну плиту для нашего дома купили для володи пащенко плита народ на печь на голландку ну больше не было может быть еще достану понятие но куда не посмотришь и везде милость божия и благодать и поэтому враги это естественно малого разе мало важно что вчера вышел на меня мочалин владимир и мы столько беседовали много он привязан к монастырям там про это поговорили будет ролик стоять ну что где и может быть через восемь десять богу нашему слава во веки веков аминь